Мы действительно находимся возле уникальнейшего экспоната нашего музея. Все называют ее Кузькиной матерью, потому что это самая мощная в мире бомба. Она настолько самая мощная, что ее даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Вот как раз за эту бомбу Андрей Дмитрий Сахаров получил свою третью звезду, героя социалистического труда. Испытана она была над новой землей, испытана она была в половинную мощность, потому что, вы знаете, испытать 100 мегатонн, как ее рассчитывали, невозможно, не навредив на земном шаре, поэтому испытали около 50 мегатонн. И последствия были, конечно, не очень приятные. Не очень приятные, потому что там и ударная волна была очень мощная, и температурный был момент тоже очень мощный, и радиосвязь исчезла на всем северном полушарии Земли на час примерно. Но, вы знаете, настолько все было продумано, настолько все было надежно, настолько техника безопасности уже тогда, видимо, была на высоком уровне, что с экипажем было все нормально. Андрей Дмитрий Сахаров вообще давно говорил, что испытывать такие очень мощные изделия, видимо, не стоит. Ну, хотя, конечно, надо было исследовать то, что они создавали, то, что, как говорится, их мозг вырабатывал. Это надо было. Но Андрей Дмитрий Сахаров решил, что, и это было его предложение в основном, что вот в такие мощности не стоит испытывать, не стоит, конечно, потому что последствия действительно очень неприятные, последствия, влияющие на окружающую среду. Но после этого он решил бороться? Ну, вы знаете, после этого ли он решил или раньше, это тяжело уже, трудно сказать, но да, предложение вообще-то, предложение-то ведь было вообще от нашего правительства прекратить испытания в трех средах. Вот как раз она дала толчок этому предложению. Оно было вообще-то внесено в Организацию Объединенных Наций, но оно лежало там и лежало. И вы, наверное, знаете эту историю, когда Никита Сергеевич Хрущев на 15-й ассамблее, не выдерживая, говорит, ну, типа, что ж вы делаете, почему вы не рассматриваете наши предложения? Давайте рассматривать их, иначе мы вам покажем. Кузькину мать, потому что у нас есть 50, 100 и более мегатонн, а ведь Андрей Дмитриевич Сахаров мог делать очень большие по мощности заряды. Но как-то вот не прислушивались все члены Организации Объединенных Наций. Возможно, Америка давила на общее, так сказать, мнение. Ну, что такое Кузькина мать, мы им показали 30 октября в 61-м году вот с этими очень неприятными последствиями. И московский договор все-таки был действительно подписан благодаря как раз вот этой бомбе. Он был подписан 9 августа в 1963 году, договор о прекращении испытания в трех средах космос, воздух и вода. Все ушло глубоко под землю, а там действительно менее опасно. Потом резко стали сокращаться мощности испытываемых изделий. И я обязана обязательно сказать, что наши специалисты научились делать такие изделия, заряды, которые можно было испытывать и у которых был относительно низкий процент радиоактивных осколков. И мы очень много сделали для страны в мирных целях, в целях народного хозяйства. Потому что есть вещи, которые, ну так сложно было что-то сделать, вот кроме как с помощью такого типа взрывов. Нас просили, помогите. И наши специалисты помогали. Так что, вы знаете, нам есть чем гордиться. Мы порой экономили миллиарды рублей для страны. То есть не всегда сидели на шее государства. Продолжение следует...